Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и я квалифицированный инвестор. На этом канале я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе и об инвестициях. Ну что, друзья, апрель у нас в разгаре. В сегодняшнем видео полистаем самые интересные и любопытные новости, которые касаются финансов, денег, биржи. Посмотрим, что у нас происходит с индексами, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость сырья. Конечно же, посмотрим, какие у нас акции сейчас в топе в последнее время. Покажу, что происходит у меня в портфеле. Давненько я вам не рассказывал, не показывал, но там, в общем-то, все нормалек. Ну и в конце какой-то сделаю вывод, что будет дальше и что в этой связи я планирую предпринимать. Перед тем, как мы начнем, друзья, пожалуйста, попрошу вас поставить лайк видосику. Это очень поддержит мой канал. И напишите какой-нибудь комментарий также для этих же целей. Спасибо, погнали. Итак, Интерфакс узнал размер ставок по сбору со сверхприбыли для бизнеса. Я думаю, вы знаете про эту историю. В качестве стимула бизнесу предлагается заплатить 5% уже в этом 2023 году после вступления в силу закона о сборе со сверхприбыли. Ставка составит 10%, рассказали источники агентства. По данным агентства, сбор коснется суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 год. Выплата в размере 10% формально будет налоговой ставкой, а скидку в 5% пропишут, как налоговый вычет. Видите, как удобно, практически как со штрафами за нарушение правил дорожного движения. Если хочешь получить скидос, плати первым и не будет проблем. По словам одного из собеседников агентства, в законопроекте о разовом сборе сделаны исключения для нефтяных и угольных компаний, а также для производителей СПГ. По информации агентства, заинтересованные стороны получили документ только что и сейчас его изучают. Ну что сказать, нехиленький конечно сбор, я не глава какого-нибудь крупного металлургического комбината, я не глава нефтяной или какой-нибудь нефтегазовой компании, но очевидно этот сбор может быть бизнесом воспринят негативно. То есть, если компания работает эффективно, получается, что часть вот этой прибыли государство просто заберет. Вот, вывод, ну что, либо работать и показывать результаты хуже, чем предыдущие годы, что наверное абсурдно, ну либо работать хорошо и качественно и вот этими доходами делиться. Естественно, делать все это не от хорошей жизни, дефицит бюджета у нас налицо, доходы не покрывают расходы, к сожалению. И что делать еще в этой связи государству? Повышать налоги для бизнеса, для людей. Пока начали с бизнеса, с крупного бизнеса, но если проблема сохранится, я абсолютно не удивлюсь, если поднимут вопросы о повышении НДФЛ в том числе и о сворачивании разных прочих каких-то социальных программ. Reuters узнал о решении G7 не менять потолок цен на российскую нефть. Страны решили не изменять потолок цен, который установлен в размере 60 долларов за баррель, несмотря на рост цен на нефть в последние месяцы. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Да, собственно, наши основные оппоненты, недружественные нам государства. Собеседник агентства уточнил, что страны пришли к выводу, что нынешний потолок работает как на ограничение доходов России, так и на поддержание стабильности энергетического рынка. По его словам, сейчас российская нефть продается с дисконтом около 30 долларов по отношению к Brent. Кстати, про это сегодня тоже читал, сейчас об этом поговорим. Как отмечает Reuters, решение семерки принято, несмотря на то, что цены на нефть в последний месяц подросли. Ну и вот, к слову, про дисконт. Uralsk Brent сократился до минимума с декабря. Друзья, о чем, собственно, идет речь? Дело в том, что российский сорт нефти Urals, он торгуется дешевле, чем сорт нефти Brent. Получается, что нефть, она как бы разная, у нее разные месторождения, места происхождения, и поэтому раньше этот спред тоже существовал. Но вот я помню всякие доковидные времена, он не был большим. То есть, условно, для сравнения, если Brent стоила 80 долларов, то Urals стоила 75-78. То есть, был очень такой небольшой, некритичный спредник. То есть, российская нефть чуть дешевле, чем Brent, как правило, была. Сейчас же этот дисконт значительно увеличился из-за тех самых санкций. Высокий уровень дисконта на российскую нефть в конце прошлого года в правительстве связывали с потолком цен на нее и удлинением экспортных маршрутов. За месяц 15 марта по 14 апреля средняя цена барреля Urals составила 51 доллар 15 центов, сообщил Минфин. Интерфакс пишет, что дисконт на Urals по сравнению с Brent таким образом снизился с рекордных уровней декабря 2022 года. Сейчас скидка по сравнению с североморской маркой составляет около 36,5%. Но все равно разница большая. Не 50%, как мы слышали в утверждении ранее, но 36,5%. В период с 15 декабря по 14 января дисконт достигал 43%, и, естественно, это неприятная ситуация. То есть нефть для России, для России как экспортера, была не очень выгодным товаром. Понятно, что продавать ее сильно дешевле, аналогов, наверное, нашей стране не нравится. Тогда же вице-премьер Александр Новак объяснял рост показателей удлинением экспортных маршрутов. Также он связывал это с потолком цен на российскую нефть, который был введен в декабре с западными странами. Но Новак отмечал, что дисконт должен снизиться в течение нескольких месяцев, и мы видим, он оказался прав. Продолжение следует... Каждый месяц стоит 1990, если его оплачивать, ну, по сути, халява почти 6000 рублей. Не понравится, потом спокойненько, через три месяца, главную напоминалочку себе поставите, чпок, и отключаете. Все, никаких проблем. Супер-классный тариф с массой преимуществ, там и повышенные кэшбэки, и всякие скидки на страховку, проходы в бизнес-залы, железная карта Тинькофф, также можно ее заказать. Ну и вообще куча, куча всяких привилегий. Также в описании и в первом комменте найдете другие полезные ссылки, по которым можете открывать продукты Тинькофф, и не только Тинькофф, с разными бонусами и подарками от меня. Так, погнали дальше, погнали дальше. Индекс РТС у нас сегодня впервые за две недели поднялся выше 1000 пунктов, а с минимумов февраля индекс подрос на 8,7%. Лидерами роста среди компонентов индекса РТС по состоянию на 12,41 по Москве были бумаги Аэрофлота плюс 3,38. Кстати, сегодня читал новость, Минэкономразвитие предупреждает о подорожании авиаперелетов до 30%. Ну, кто бы, собственно, удивлялся. ВТБ плюс 2,65, Новотек плюс 1,84, Тинькофф плюс 1,81 и Глобал Транс плюс 1,8. Аутсайдеры дня это Русагра, Русалый Пик. Долларовый индекс РТС растет на фоне укрепления рубля по состоянию на 13 часов. Курс доллара на Мосбирже снижался на 0,45% и доллар стоил 81,43. Сейчас посмотрим, какая ситуация к вечеру. По мнению руководителя отдела управления бумагами УК-1, первое постепенное восстановление экспорта будет оказывать поддержку. Рублю в краткосрочной перспективе и курс будет находиться в диапазоне 78,82 за доллар. Ну, я, собственно, согласен. Эльвира Набиулина сегодня выступала и допустила тюнинг валютных ограничений. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор уже убрал значительную часть валютных ограничений, поэтому больших послаблений не предполагается. В то же время, по ее словам, возможен некоторый тюнинг. Глава ЦБ отметила, что регулятору в начале санкций пришлось ввести очень жесткие валютные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынке, а также как ответную меру. После того, как ситуация более-менее успокоилась, мы значительную часть валютных ограничений убрали. Мы считаем это важным, потому что в условиях жестких валютных ограничений затруднена внешняя экономическая деятельность. Поэтому мы вот такое ослабление проводили. Что сейчас? А сейчас, друзья, самое интересное, что сильный рубль ЦБ и Минфину не нужен. Потому что выровнять вот этот дисбаланс бюджета, когда просели доходы, выросли расходы, можно достаточно просто, просто ослабив рубль и увеличив приток валютной выручки в бюджет. Если экспортеры будут, соответственно, продавать валюту, ну, понятно, что будет больше рублей получаться от такой продажи, если курс рубля будет слабым. Мне кажется, ни ЦБ, ни Минфину сейчас не надо предпринимать никаких мер для того, чтобы возвращать рубль, допустим, к 60 или к 55, как это было год назад, сейчас такой курс вполне адекватный. И более того, возможно, мы увидим и более слабый рубль. Доллар может подрасти и к 85, и, может быть, и к 90. К концу года все может быть. Видите, даже по прогнозам аналитиков, как правило, уже не устанавливается коридор по доллару, ну, там, скажем, ниже 78-80. Все, это курс, с которым нам придется дальше существовать, и, я думаю, тут все достаточно понятно. Никакого крепкого рубля мы в ближайшее время с вами наблюдать не будем. Так же, как, собственно, и не увидим рот по 30 тысяч рублей, комитет Госдумы отклонил этот проект. Законопроект был внесен в Нижнюю Палату в августе прошлого года депутатами от фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, Ярославом Ниловым и другими. Предполагается установить мрот с 1 января 2023 года в сумме 30 тысяч рублей в месяц. Авторы отметили, что это составляет около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России. В марте Мишустин говорил, что с 1 января 2024 года мрот проиндексируют на 18,5%. Как уточнял глава правительства, темпы индексации будут выше уровня инфляции. Таким образом, мрот составит 19242 рубля вместо нынешних 16200. Но это еще дожить надо до этого времени. В феврале, во время послания Федеральному собранию, об этом сообщал Путин. В 1922 году мрот был повышен дважды. В общей сложности почти на 20% указал президент. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% с 1 июня в связи с санкционным давлением. Ну и достаточно анекдотичная новость. Ей мы закончим новостной блок. В Госдуме раскритиковали идею Вассерма на сбережениях свыше 1 миллиона рублей. Окей, да, друзья, если вдруг вы пропустили, вот этот интересный дядечка сейчас является депутатом Государственной Думы. Видите, он сидит на заседании с биноклем, как следует из этой фотографии. Так вот, в Комитете Госдумы по финансовому рынку не поддержали идею депутата Вассермана о том, что надо обязать россиян отчитываться в налоговой о наличных свыше 1 миллиона рублей. То есть, если у вас сейчас, допустим, где-то лежит дома налик, по идее Вассермана надо, собственно, сказать, откуда он у вас взялся. Олег Савченко сказал, что относится к этому отрицательно, потому что это право граждан выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги. Не вижу причин, по которым нужно это право ограничить. Если с точки зрения макроэкономических факторов, то это ограничение никак не повлияет на ситуацию. Государство не очень много средств тратит на то, чтобы выпускать в оборот наличные. При этом Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщил, что мы законопроект Вассермана будем всесторонне рассматривать. Ну что ж, поглядим. Ну что, друзья, погнали на рынки. Индекс Dow Jones плюс 9 сотых. Мир и Европа в основном сегодня падают. S&P минус 2 сотых. NASDAQ минус 0,21. В минусе Futsi, Keck и DAX, японский Nikkei, австралийский ASX. А в плюсе Китай и Россия. CSI 300 плюс 1,4. По российским индексам RTS плюс 1,46. К вечеру индекс Мосбиржи плюс 1,16. Золото откатывается ниже 2000. 1993 доллара за тройскую унцию. И сегодня минус 0,52. Также падает серебро минус 0,67. 25,17. В плюсе платина по ладе. В плюсе никель. Нефть минус 0,63. Бренд стоит 85 долларов 77 центов. Укрепляется рубль. Дружно падают доллары, евро и юань. Доллар минус 0,27. Евро минус 0,77. Юань минус 0,39. Доллар 8,162. Евро 89,39. Юань 11,84. Ну и по российскому рынку сегодня красота. Вот, пожалуйста, индекс Мосбиржи. Одна единственная бумага к вечеру в минусе. Это Русал минус 0,3. А в лидеры вырвался полюс. Плюс 4,1%. Пятерки Аэрофлот, ВТБ, МКБ и Озон. Если мы посмотрим картину за месяц, то доходность более 25%. Показывают Транснефть, Префы плюс 27,4. Аэрофлот плюс 26,5. И Полиметалл плюс 26. Также мощно растут акции Новотека, Сургут, Нефтегаза и ЭН плюс групп. Аутсайдеры Северсталем, КБ, Мосбиржа и ВК минус 2%. Ну, можно сказать, что индекс Мосбиржи очень ударно проводит последнее время. Да, зарабатывать на российском рынке можно, но осторожно. Посмотрел сейчас результаты по своему портфелю. У меня доходность по ИИСу, по основному счету за месяц плюс 48 тысяч. Последние несколько недель я ничего не пополнял. И у меня планируется пополнение в начале мая. Почему в начале мая? Я, по-моему, уже как-то рассказывал в прошлых роликах. Я хочу получить бонус за пополнение счета. Это чисто индивидуальный бонус. Попробуйте, если хотите такой же, согласовать его с личным менеджером по инвестициям. Ну, вот мне вроде менеджер обещал бонус 1% от пополнения. И я просто сейчас денежку подкоплю. И в начале мая прям достаточно большую сумму закину. Ну, как большую? Не то, что прям уж большую. И буду что-то покупать. Соответственно, что я буду покупать, я об этом отдельное видео сниму и вам расскажу. Ну, пока все в порядке, все хорошо. Вот за неделю, если опять же вернуться к российским акциям, за неделю профит плюс 1.15 по ним, за месяц доходность российских бумаг плюс 12.93. Ничего себе тогда. И за полгода на российских акциях можно было заработать 34%. Чем вам не один из самых лучших активов последнего времени. А вот золото немножко корректируется. Видите, за неделю ушло вниз. Но, тем не менее, плюс 0.67. А вот за месяц доходность плюс 8.62. За полгода золото обгоняет вообще все на свете. На нем можно было поиметь 57%. Собственно, что делать сейчас? Ну, у меня пока портфель сформирован. Никаких изменений я в него не ношу. Я абсолютно не занимаюсь активной торговлей. То есть, я стараюсь актив купить и его максимально долго не трогать. Ну, не всегда так получается. Иногда вынужденно приходится продавать. Иногда в активе бывает. Ты разочаровываешься и тоже из него выходишь. Но, в основном, я себя стараюсь задавать вопрос. Когда я что-то покупаю, готов ли я это держать на дистанции, приближенной к бесконечности. Ну, хотя на практике это редко когда срабатывает. Так что у меня мощный портфель из облигаций, который генерирует мне постоянную стабильную прибыль. Что бы ни происходило. У меня есть как флоутеры, так и облиги с купонным доходом. Фиксированным доходом достаточно такие размазанные по срокам. Там и короткие, и средние, и длинные. Вот. И есть активы рисковые. Рисковые. Достаточно большой хедж у меня в валюте. Сейчас у меня одна единственная дилемма. Я, наоборот, даже бы немножко хотел небольшой просадки к маю по валюте, по золоту, по российскому рынку. Чтобы просто поудачнее зайти. Потому что мне по соотношению долей как раз сейчас бы желательно закупиться именно этим. То есть российскими бумагами, золотом и валютой, валютными облигациями. То есть доллар, юань, как бы, буду смотреть. Но все это сейчас подорожало. И как бы, ну, в общем, буду думать. Может быть, буду на какие-то равные кучки раскидывать. И чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Пока я, собственно, портфелем доволен. Иду по, ну, как бы, графику опережающему инфляцию за этот год. И, надеюсь, получится вывести в двузначную доходность. Ну, пока, как бы, пока удается. Все, друзья. Спасибо за внимание. Лайк за видео. Пишите, как дела у вас. Хорошего вам вечера. До встречи. До связи. Пока. Продолжение следует.